Дети очень любят веселые рассказы, читают Драгунского, Носова. И в летнее время читальный зал 117-го лицея не пустеет. Сестры-хозяева читают с 4-х лет. За новыми сказками приходят не в магазин, а в библиотеку. Я читаю сказки, и мне понравилась особенная, смешная рассказка на зерах. Когда ты эту всю книгу прочитал, надо переносить обратно в библиотеку, что другие тоже прочитали. В школьной библиотеке новые художественные книги – редкие гости. И потому здесь всегда рады принять те, что уже прочитаны хозяевами, и пылятся на полках. За два года благодаря юным меценатам книгохранилище лицея обогатилось на 1800 изданий. Приключения, фантастика, фэнтези для детей очень интересные. Не надо забывать, что классика остается классикой, и дети с интересом читают, перечитывают много раз. Книга не обязательно должна быть новой, просто в хорошем состоянии. Например, издание «Вальтер Скотт Айвенга» было напечатано в 1990 году в Москве. Помню, ее читала еще моя сестра, а потом достался мне. В детстве я очень любила приключения рыцарей. Надеюсь, понравится еще кому-нибудь. Пятый год татарстанцев объединяет книжная благотворительная акция. За это время Республиканский библиотечный фонд пополнился на полмиллиона изданий. Основная цель данной акции – чтобы все наши книги ожили, чтобы его читали, и чтобы оно свое богатство передало всем нам. Подведут итоги акции 28 октября, в Международный день библиотекаря. Тех, кто принес наибольшее количество книг, ждут награды от Министерства образования Татарстана. Елизавета Соляхова, Владимир Ладушкин, Андрей Габдасаров, Телеканал Эфир. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». ВКонтакте «Мобильный репортер 24».